Он действительно здесь выступал? Мы знаем точно, что 19 июля 1976 года он был здесь с Мариной Влади. Зуев посылает мяч на Олега Блохина. И удар! Гол! И друг перед нами Высоцкий, а второе Марина Влади. Однажды друг принес мне кассету и сказал, это для тебя. На карте есть обозначение, что тут когда-то была Ля-студио, но что там осталось, неизвестно. Была совершенно профессиональная аппаратура, микрофоны, спикеры. Я совсем немного помогал ему во время записи. Не говорил, что и как надо делать. Они были артисты, но прежде всего они были родственными душами. На выставке Рене Ганьона нас поджидает маленькая сенсация. А, вот она. Вот эта кассета. Да. Я чувствую, что в этом человеке есть что-то очень созвучное моей душе. Нет, нет, нет. Это никакая не версия. Это действительно так. Наши дети и дети наших детей, несмотря на то, что они, конечно, все меняются, им когда-то в жизни попадется Высоцкий, и они смогут понять, что он поел. Конечно, многие задаются вопросом, а что бы писал Высоцкий, сколько бы он еще написал, если бы прожил дольше. Спасибо. Спасибо.